Ночью в Тростянце на Сумщине вспыхнул масштабный пожар. Его не могут погасить из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов и уличных боев. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий призвал жителей закрыть окна и не выходить из укрытий. Находиться на улице опасно. Окупанты расстреливают людей. Расстреляли женщину, которая просто передвигалась по городу на велосипеде. Не дают возможности хоронить умерших, погибших. Есть очень большая проблема с сохранением в морге тел погибших и умерших. Также нам сегодня сообщают, что женщины рожают детей прямо дома, так как нет никакой возможности попасть в больницу. Больница неоднократно была обстрелена. Продолжаются обстрелы и в Рубежном на Луганщине. Накануне вечером российский снаряд там попал в многоэтажку. Погибли двое детей и один взрослый. Также возникли пожары на предприятии легкой промышленности и в училище. Перебит газопровод. А в Павлограде Днепропетровской области продолжают ликвидировать последствия вчерашних ракетных ударов. В результате обстрела уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. На данный момент приостановлено через Павлоград-2 движение поездов на неопределенное время. Также есть один погибший. На месте сейчас работает ГСЧС и бригада ремонтных работ железной дороги. В Харьковской области также до сих пор устраняют последствия обстрела города Лазовая. Накануне российские войска нанесли четыре ракетных удара по расположенным там промышленным предприятиям и разрушили около 20 жилых домов. Поразваливали все, весь частный сектор. В Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили новую центральную аналитическую лабораторию стоимостью 6 миллионов евро. В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщили, что там находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов. Сейчас они в руках россиян. Тем временем с аэродрома в Чернобаевке Херсонской области, которая имеет стратегическое значение, Россия вывезла большую часть вертолетов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки. Журналисты предполагают, что это может свидетельствовать о провале наступления российской армии на этом направлении, где она уже потеряла много техники после восьми ударов украинских защитников.